Чуть больше двух недель есть у собственников металлических гаражей, расположенных на Хакасской 171, чтобы самим убрать их с городской территории. Иначе этим будет заниматься город. Порядок демонтажа самовольно установленных на территории города Абакана временных объектов был утвержден решением Совета депутатов Абакана от октября 2014 года. Отметим, что при строительстве многоэтажного дома в жилом районе Западной были обнаружены ценные исторические материалы. В планах более подробно разведать эту территорию. Сейчас любое место под гараж определяется четко в департаменте градостроительства, куда могут обратиться любой собственник этого нестационарного объекта в пятый кабинет. Ему конкретно разрешат и в определенном месте поставить свой гараж. Но хочется отметить, что многие жители пренебрегают вот таким вот правилом и стараются установить гараж, естественно, поближе к дому, чтобы было удобно, чтобы было комфортно ему, не думая совершенно о других гражданах. И порой такие вот самовольно установленные гаражи просто рядами появляются во многих жилых районах. В свою очередь в департаменте градостроительства напоминает, что устанавливать гаражные конструкции на территории города можно, но только с разрешения специалистов. В том же жилом районе Западной уже было выявлено несколько строений, размещенных незаконно. Ранее по этому поводу к старости района Натальи Абышевой обратились жалобы местные жители на самовольную установку. И я хотела бы обратиться ко всем собственникам, которые, наверное, смотрят наше абаканское телевидение, надеюсь, чтобы для них не было потом сюрпризом, то, что если они добровольно не демонтируют свои гаражи, то тогда после 7 сентября их объекты будут демонтированы принудительно. Но тогда, скажем, на них лягут дополнительные какие-то денежные расходы, потому что в любом случае им придется оплачивать и всю технику, которая приедет на демонтаж их гаража, и то, что будут выезжать специалисты, составлять акты, описи и так далее. Ну, довольно-таки длительные процессы, довольно-таки, скажем так, неприятные для самих собственников это будет. Добавим, что в соответствии с действующим законодательством все расходы по демонтажу придется оплатить владельцам таких металлических конструкций. Константин Аникин, Александр Кожевников, Новости.